В следующий год, в 2015 году мы открыли звание, да, и закрыли два звания, старший золотой и сапфировый директор уже в 2016 году. Ну и в этом году у нас открыто звание бриллиантовый директор уже сейчас, да. Вот. Запись я не знаю, спросите у Юли, поставила ли она, я не ставил, ребят, на запись. Вот. Итак, идем дальше, да. Что поменялось, ребят, что поменялось в нашей жизни? Ну вот это наш первый банкет директоров, это был, получается, 2014 год, вот здесь написано, да, на фотографии. В 2014 году нас поздравили со званием директора в Кремле, в гостином дворе, да, ребят, вот это гостинный двор, Кремль, где мы прошли вот под первый раз жизни по ковровой дорешке, да. Специально я вам второй слайд, если вспоминать, будете все время на протяжении нашей встречи, вы будете понимать, да, что изменилось, как в фильме «Золушка», да. То есть сначала на тракторе я ездил, а потом, вот видите, нас поздравляют на сцене, нас участвуют, нас обслуживают лучшие официанты московских ресторанов, да, ребят. Нас поздравили, кстати, на этом банкете уже с нашим первым нашим директором, Курманкаевым Зоей Ахметовной, да, уже не только нас поздравляли с этим званием, но и поздравляли нашего первого директора, ребят. Вот, что дальше, да, после этого мы побывали уже в Швеции, мы побывали на родине Reflame, да, на одном из заводов, мы видели своими глазами, как делаются туалетные воды, как делаются шампуни, да, то есть что это производится не в каком-то там подвале, да, а это делается на фабрике, все производство автоматизировано, да, люди стоят только для контроля. Вот, это нам дало, наверное, дополнительную веру в компанию, да, дополнительную уверенность, ну и плюс мы побывали в Швеции, мы увидели, как живут люди на самом деле, да, ребят. Вот, ну и вот это второй наш банкет директоров, где компания объявила нам, да, что с уровня директора компания нам оплачивает уже на данном этапе уже машину Skoda Rapid, да, и в 2014 году, получается, приехав с этого банкета, мы забрали машину свою, да, первую Skoda Rapid. Вот, ну и не только мы, у нас есть организация директора, которые тоже эту машину забрали, да, которые тоже эту машину забрали. Идем дальше, ребят. Следующее, да, то есть мы закрыли звание золотого директора, ну и первый раз в жизни мы побывали, наконец, за границей, кстати, мы побывали еще до этого, наши спонсоры нас, спасибо им, потащили, да, чтобы мы попутешествовали, первая жизнь мы были за границей в Египте, ну и мы возили с собой ребенка, да, вот. Первый раз в жизни мы бы повезли ребенка отдыхать. Ну, а это фотографии уже у нас с Испанией, да, то есть первая наша золотая конференция, где компания нам оплатила путевку на два лица, да, это была Испания, ребят. Вот, ну, опять же, ребят, фокусируйтесь всегда на тракторе, да, вспоминайте трактор обязательно, и что поменялось, да, вот. Ну, это опять же фотографии с Испанией, видите, вот тут Оля стоит с испанцами, с двумя красивыми такими, ей понравились они, наверное, не знаю. Вот, ну и поехали дальше, ребят. Ну, и вот первый раз в жизни, да, мы свозили ребенка отдохнуть за границу, да, это первое путешествие нашего маленького Максима, да, видите, как он здесь уже вырос, да, то есть прошло с этого времени, наверное, года три уже, да, как мы работали в Реплее. Вот, сейчас наш ребенок каждый год ездит с нами отдыхать за границу, раз в год мы стараемся его вывезти, да, вот буквально в этом году мы ездили в Доминиканскую республику, да, это Латинская Америка, Карибские острова, возили ребенка опять же отдыхать, да, он на самом деле уже, по-моему, тоже, как мы, зависим, да, это называется зависимость от моря, но мы были на океане в этом году, да, вот. Вот, ну, это наша вторая поездка за границу, да, от компании Reflame, это у нас был в том году Кипр, то есть компания оплатила нам путевку на два лица, опять же, бесплатно, да, то есть это был Кипр и Сочи, вот. Причем тут мы уже были не одни, тут уже был с нами один из наших золотых директоров, да, вот как раз Зоя Ахметова, вот, то есть, и в этом году мы опять уже квалифицировались, вот, позавчера буквально, или вчера мы ездили, сдавали отпечатки пальцев, да, то есть, на шампировки, да, тенгенскую визу, да, то есть мы едем отдыхать на круизный лайнер, вот, уже квалифицировались. Ну, это вот нам вручили, как раз, получается, на Кипре премию 4 тысячи долларов за звание сапфирового директора, да, тут, поезжая, на Сочи ездила наша команда, да, директорского состава и состава менеджеров, уже мы не одни путешествуем, да, а путешествуем вместе с командой, вот. Ну, различные корпоративные мероприятия, да, уровень банкетов каждый раз растет, да, то есть все круче и круче становится, сейчас уже есть прямые трансляции, которые вы тоже можете видеть, да, ну, на самом деле для нас выступают мировые звезды, да, мировые звезды различного уровня, да, вот, смотрите, фотографии, каких только нету, да, вот, звезд, ну, я их не знаю по именам, поэтому, ребят, вы сами смотрите, вот, ребят, на самом деле все это возможно, да, как вы уже поняли, наверное, из фотографий первой и последующих, да, понятно, что можно любому человеку, любого уровня, любого состояния, самое главное это, что, желание, да, вот, все, ребят, и весь день, вот, вот, у меня есть такая уникальная фотография, стала старта в бизнесе, смотрите, это 2012 год, даже на фотографии есть, да, написано, ребят, напишите, пожалуйста, в чате, что вы видите на этой фотографии, напишите, пожалуйста, в чате, что вы видите на этих фотографиях, что такого интересного здесь увидите, напишите, пожалуйста, кто видит, конечно же, у вас тут 86 человек, да, о, смотрите, какие молодцы, редко, когда сразу люди угадывают, Киасаки, замечательно, ребят, вы молодцы, кому-то недавно проводил вебинар в какой-то структуре, да, долго рассказывали мне про машины, про Эдуарда Васильева, да, но очень мало кто сказал, что это Роберт Киасаки, молодцы, Ребят, смотрите, первый год работы, первый год работы, мы сразу начали вкладывать деньги, деньги, все деньги, которые мы зарабатывали, и даже которые мы не зарабатывали, мы вкладывали в свое обучение, мы вкладывали деньги в свои мозги, ребят, потому что, а единственные деньги, вложенные в мозги, не поддаются инфляции, запомните это, ребят, в живом мероприятии, совершенно верно, эту фотографию мы делали тогда еще на телефон, который не такого хорошего случилось, да, вот, у меня до сих пор есть футболка от Киасаки, да, даже я в ней хожу, который нам, да, вот, ребят, мероприятие данное, да, на двоих нам, порядка 30 тысяч рублей. Могу вам сказать, что в этот момент мы были на уровне 15. Светлана, напишите Светлане, чтобы она зашла, попробовала с другого, с гугл аккаунта пусть зайдет через Мозилу, получится. Вот. То есть, смотрите, еще раз, очень важно, ваша задача, ваша задача, вкладывать в себя, в свои мозги, желательно, чтобы она была платная, потому что, если информация платная, вы вынуждены ее воспринимать, вы вынуждены ее слушать, потому что человек, да, мозг имеет свойство жадности, поэтому, если вы будете обучаться, если вы будете менять свое мышление, то у вас они должны добиться здесь успеха. Это однозначно так. Это я прекрасно уже сейчас... Может быть, это были неосознанные какие-то действия на мотивации, но благодаря только этому мы сейчас являемся тем, кем мы являемся, да, и продолжаем расти, развиваться. Вот. Ну, ребят, смотрите, я вам рассказал тут все как красиво, да, как в Золушке, да, воплотился из-за крутого какого-то бизнесмена, да, человек, который путешествует, живет. Могу вам сказать, что мы посетили за 5 лет работы в Арифлейм. У нас есть огромный офис в нашем городе Билибей, и мы сейчас... ...еще одной, да, причем у нас нет финансового техника никаких, ребят. Все это заработано полностью в Арифлейм. Вот. Ну, на самом деле все кажется красивым. Но могу вас немножко... ...я не знаю, ребят. Так вот, все начиналось на самом деле не так красиво. Я всегда показываю наш график роста. Просто новичкам любую показывать, да. Ну, и вам, я думаю, будет... Вот это наш старт в бизнесе, когда мы только пришли. Вот тут вот показано, смотрите, вот это, да, это баллы. Горизонтальная шкала, наверное, понятна. Мы пришли в конце 15-го каталога. Сразу... ...50 баллов. Мы начали делать первый же день каталога. Сразу мы сделали ЛТО. И с этого момента на протяжении 6 лет ...меньше, чем 150 баллов. Ни разу. Первые два каталога мы вышли на уровень 12%. Мы сделали 12%. Не было вертикального построения... ...не было построения организации морковкой. Не было. Никого никуда не подписывал. Кто... ...регистрировал. Не было работы в онлайн, как сейчас. Не было вебинаров. Не было скайп-планерок. Не было... ...вообще, ребят. Надеюсь, это понятно. ...по домам. Школы мы проводили снимать... ...подчасово, чтобы провести школу и собрать там людей. ...консультации не было в наш офис. Мы обслуживались у конкурентов, которые... ...переподписать наших консультантов. ...ребят, как мы стартовали. Первый месяц своей работы в Reflame... ...мы... ...как блокнот отказали... ...те, кто нам отказали, да. Так вот, ребят... ...и в Reflame мы пригласили около ста человек. Тех людей, которые услышали презентацию именно... ...не те, которые отказали нам, да. ...написал, привет, есть предложение, мне не... ...которые... ...мы которым пришли и рассказали бизнес. Вот таких было около... ...согласилось около 20, да. Человек 15 сделали по 100 баллов. Вот вам 1500... ...нашка. Надеюсь, понятно. Не сказал... ...за это время... ...давайте я вначале... ...юля, хорошо? ...буду отвечать тут на вопросы по ходу, да. ...то я в конце не расскажу. Хорошо. ...поторые вопросы потом поддаете. Итак, я сказал самого главного. ...работа в Reflame. Вот как только мы зарегистрировались... ...именно в этот год, ребят, я поступил в университет. Самарский государственный политехнический... ...в том году... ...до сего... ...не съездил. Надо ехать в Самарский... ...в университете. Вот. То есть я... ...первый год я отучился... ...и как раз мы попали в Reflame. ...не поступил бы. Так вот, ребят... ...две сессии. Две. Первая сессия... ...ну как обычно, да, у Залочника у всех две сессии. Наверное... ...на комнате, люди, которые это понимают. Первая сессия у меня была в январе. Первый и второй каталог. Каталог была в июле. Это... ...одиннадцатый каталог. Думаете, почему, когда... ...мы падали? Напишите, пожалуйста, в чате, как вы считаете. Когда у меня была сессия, я уезжал в Самару. И тогда мы не жили в городе Белебей. Строили... ...у Оле не было машин. ...был, как вы видите, еще... ...в этот момент, когда это, получается, один... ...в пятнадцатом каталоге, да, ну и вот в следующем пятнадцатом было почти... ...почему мы, как вы думаете, ...падать? Люди, пока вы работали, они... ...совершенно верно, да, совершенно верно. Совершенно верно. ...было онлайна тогда никакого, мы не работали. Вот. Совершенно верно. Это говорит... ...нельзя оставлять новичков, да, которые... ...старте, да, то есть нельзя оставлять людей... ...работать до тех пор, пока они станут самостоятельными. Это... ...есть такое слово замечательное, его все... ...да... ...вот если вы сегодня пришли, зарегистрировали... ...консультантов в структуре, да, я их называю... ...моза... ...да, слово такое есть... ...матершины наполовину, да... ...да, я объясню, ребят... ...приходит, у нас... ...стартует, у нас девушка такая активная... ...почитает приглашать людей, выходит на уровень 9... ...пригласила, 20 человек, 5 зарегистрировались по 150... ...ну, или 10 зарегистрировались, 5 сделали... ...вышла... ...пром у нее начали попугайчики рожать, да, ну, в кавычках... ...пропала... ...прошел месяц, ребят, она опять возвращается... ...према закончились, домашние, да, она возвращается, хочет опять начинать... ...вот думаете, ребят, происходит с теми, которые у нее были люди... ...что с ними происходит... ...в чате, пожалуйста, что с ними происходит... ...потому что, люблю, когда вы меня слушаете... ...поек, чтобы отвечал... ...у нас есть... ...поздравляю, ваш я вижу в чате, остальные... ...пирожки пекут на кухне... ...компьютер включили, да... ...вот, замечательно, теперь вижу, что хоть не... ...радует... ...да, они сдуль... ...пишите... ...они бросили... ...маша бросила... ...чего, меня пригласила Маша... ...нафига я буду что-то делать... ...совершенно верно... ...возвращается через месяц, ей же опять... ...она... ...слышала идею, она получила мотивацию, она же... ...ребят, она опять пришла, приходит... ...сразу и как было... ...приходит... ...и начинает... ...но в данном случае второй раз у нее больше опыта уже... ...хорошо, нормально, да, ничего страшного... ...а следующий каталог, ребят... ...она делает... ...а 12%... ...за следующий каталог она делает... ...с новыми людьми... ...вот эти уже бросили, она с новыми делает... ...проходит... ...месяц, да... ...она эти 12% подтверждает... ...пять какие-то проблемы появились... ...пропадает... ...только теперь не на месяц... ...а теперь она пропадает на пол... ...серьезное обстоятельство... ...или на 3-4 минуты... ...да... ...что происходит дальше, ребят... ...дальше... ...ее организация опять... ...что делает... ...как вы тут писали... ...разваливается, да, сдувается... ...так и происходит опять в этой ситуации, да... ...она приходит еще раз через полгода... ...вот она приходила еще раз... ...вот на протяжении года, да... ...это все получается происходит... ...приходит и делает в следующий раз еще... ...но только с новыми людьми, ребят... ...почти 15 делает... ...с новыми людьми за следующие там 2-3 месяца... ...на опять делает 15%... ...и потом пропала она где-то опять на пол... ...ребят... ...я вот всегда говорю... ...это с адомазохизм, да... ...это издевательство над собой... ...почему? ...потому что если всех людей вот этих... ...собрать в одну кучу... ...если все это... ...в одну работу, да... ...быструю работу... ...это уже директорская структура... ...она уже директор... ...пои... ...надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю, да... ...сейчас... ...поэтому... ...первый закон в этом бизнесе... ...это система... ...до тех пор, пока вы... ...лидера... ...нельзя отходить от этой структуры в сторону... ...вот... ...но так как я работаю... ...я вынужден был ездить на сессию, да... ...поэтому мы... ...останавливались, да... ...и структура падала, понятно... ...потом мы росли... ...если вы здесь видите, то на графике видно, что... ...это было лето, да... ...даже мы летом росли... ...до десятого каталога это лето, ребят... ...сейчас у нас одиннадцатый каталог... ...это уже осень, да... ...как вы понимаете... ...вот... ...осенью мы падали... ...когда все нормальные люди начинают расти... ...в Реплеем России, да... ...мы наоборот просаживались... ...потому что я уезжал... ...на север... ...вот... ...ну что люди... ...что же я сделаю, да... ...то есть это уже не от меня зависит... ...я не... ...на кого-то мы не успеваем влиять, да... ...если мы... ...сами спонсируем... ...и на людьми понятно, что издевательство... ...я с вами согласен абсолютно, ребят... ...это... ...отсюда и появляется негативное отношение... ...к нашему бизнесу и к нашей... ...компании Реплеем, да... ...но и другим компаниям... ...потому что везде такие лидеры есть... ...это лидер называется 50 на 50, да... ...они то работают... ...и чаще всего такие люди... ...они нигде не добиваются успеха... ...к сожалению... ...потому что везде они работают... ...вот такими методами... ...чаще всего... ...вот... ...ну ладно, идем дальше, ребят... ...вот смотрите... ...прошел ровно год... ...видите, да, здесь... ...пятнадцатый каталог... ...пятнадцатый следующего... ...поцентов... ...то есть за год, ребят, своей работы... ...мы вышли всего лишь на пятнадцать процентов... ...вдумайтесь в эти цифры, ребят... ...потому что сейчас... ...такое время, когда... ...появились онлайн технологии... ...когда появилось вертикальное построение организации... ...да, командное... ...многие... ...которые... ...сейчас мы которыми работаем, да... ...выходят за два... ...у нас есть структура, которая... ...за четыре каталога двадцать два открыла... ...да, то есть с нуля двадцать два... ...за четыре каталога открыто... ...вот... ...а есть люди, которые за два каталога... ...за три выходят на пятнадцать процентов... ...да... ...почти на восемнадцать... ...и они говорят, что я долго сижу на одном уровне... ...берят... ...невозможно научиться бизнесу... ...можно научиться строить сеть за один день... ...одного человека... ...согласно теории этого бизнеса... ...опять... ...около девяти месяцев, да... ...около... ...собо разобраться... ...убить... ...разбираетесь все это время, да... ...и чтобы включить... ...вот... ...надеюсь, это понятно, ребят... ...как вы считаете... ...давайте еще один вопрос, да... ...вам... ...как вы думаете... ...когда мы долго мучились, да... ...когда не получалось долго, да... ...почти год... ...ребят... ...были ли мысли... ...были ли мысли, что у нас ничего не получается... ...что это не мое... ...у нас такие мысли... ...думаю, что да... ...вот, замечательно, ребят... ...Мария молодец, я вас поздравляю... ...а все остальные... ...правы... ...я, ребят... ...к счастью... ...два раза... ...лично, я два раза... ...два раза... ...пускаются руки, когда ничего не получается... ...когда... ...это напоминает... ...вот... ...поэтому были... ...был... ...сложности... ...ну благодаря тому, что мы работали... ...говорят, что... ...один в бизнесе это равно одному... ...тогда это один плюс один не равно двума... ...гораздо больше, да... ...когда я хотел бросить, у Оли было настроение... ...не было настроение, она уставала, да... ...у меня на... ...что делать дальше... ...поэтому, ребят, это очень важно... ...где-то, наверное, в пятнадцатом каталоге, да... ...в конце года того, получается, тринадцатого... ...получается... ...у нас... ...пускались руки, да... ...то есть ничего не получалось... ...дмитрий нас пригласил съездить на... ...москву, да... ...где проводит... ...тамила... ...а... ...точно тамила... ...вот... ...мы... ...съездить на это мероприятие, да... ...тоже отдали около... ...окол тридцати тысяч, да... ...отдали... ...после этого мероприятия, ребят... ...после этого мероприятия... ...и... ...срав... ...пошел рост, да... ...очень мощный рост... ...и... ...министр... ...ида... ...то появились партнёры... ...появились партнёры... ...наutes первые директоры... ...лисе... ...то второе отборот пошел в ГВВ Rec. ...и... ...толе... ...ношего первого директора... ...а... ...самое смертное... ...и... ...в нас жила... ...через дорогу, в наш... ...нажила через дорогу, мы кkey год не шли... ...мы к ней пошли... Она учила учебу, ее учительнице музыки. То есть ровно год нам пришлось пройти до того, чтобы подписать наши вопросы. Всех ли вы прозвали соседей? Первый вопрос. Ну, что произошло? Интересно, что произошло дальше. Рассказываем. Идем дальше, ребят. Дальше я вам покажу наши справки. Первый год. Получается 12,15 на 18%. В этом году мы открыли ИП. Пришел нам годовой акт за 13. Работали за год порядка. Ну, тут показано даже, да, то есть в начале мы заработали, потом 17, 19, но за год мы заработали 300 тысяч. Нормальные деньги для Оли, сидела в декрете, да. Ну, я думаю, что это отличный такой доход. Она ему больше, ребят. Больше. Ну и нормально. Что будет дальше, да. Ребят, пришел. Это уже у нас получает у нас неправильно смотрю. Пустый год, ребят, смотрите. Один год, да, и за... Доход наш вырос на 300%, ребят. Доход, то есть тут уже можно посмотреть. 16, 30 тысяч, видите. И уже 70, да. То есть доход... И я понял, что я зарабатывал, ребят. Уже... Что дальше, ребят. Следующий год у нас 15... 15-й год. В Арифлейн. Опять же, тут мой... Предприниматель Ольга Владимировна Маркелова. Вот видно. Вот. Не знаю, как... Но, я думаю, видно и так. Да, доход 60, 70, 40, да. Потом 50 тысяч, почти до 100, да. И уж еще... Квалификация Сапфира, наверное, ребят. Сапфира мы в 15-м году. Вот. И мы за... ...рублей, ребят. Доход еще... Понял, что моя работа уже... ...позна, да. И это нестабильно стало для меня. ...познаем. Вот. И... ...времени, да, уделять. Уже это становится... ...деятельности. Ну и за следующий год, ребят. ...добально уже... ...недавно, да, уже полгода. За 16-й год, опять же... ...Ольга Владимировна Маркелова... ...ребят, 2 миллиона 600... ...то есть это уже доход... ...высокий, ребят. Вот. ...момент задаю один единственный. Я вам сказать, смотрите, опять же, динамику, да. ...за каталог получать. Да, 103 тысячи уже доходит доход за каталог. ...ребят, прости. И... ...этиликация бриллиантовых директоров... ...то есть это 6 бриллиантовых директоров... ...работают полностью самостоятельно... ...и буквально я вот... ...перед вашим вебинаром... ...елее... ...новую встречу... ...продолжим мы работать дальше... ...продолжим мы выращивать новых директоров... ...новые группы, новые ветки. ...ребят, как вы считаете? ...у меня есть мечта и есть цель... ...сделать исполнительный... ...3-4 года. У меня есть такая цель... ...так вот, ребят, этот... ...наш доход, и он продолжит расти. ...это максимальный доход, или он продолжит расти? И как вы считаете... ...как вы считаете, был ли смысл... ...вот этот первый год, да, выдержать вот этот... ...для того, чтобы сейчас зарабатывать... ...да, причем мы получаем это в виде дохода... ...потому что независимо от того, работаем мы... ...продолжает приносить нам деньги, да... ...вы или не работаем, да... ...вот в этом у них... ...всоё время... ...вложили в свою силу... ...вложили в себя... ...но... ...да, то есть мы вкладывали... ...вот... ...поэтому... ...есть смысл, наверное, задумываться... ...потратить... ...не знаю, сколько времени вам потребуется... ...в бизнесе... ...кому-то на это требуется год... ...кому-то... ...потает и месяца, потому что есть люди, которые... ...наш результат... ...вот, да... ...например, Шахаевы... ...сделали звание... ...вот... ...поэтому... ...все возможно... ...самое... ...поверить, да... ...самое важное и сложное в это поверить... ...вот... ...давайте я вам, наверное, расскажу... ...про наших директоров, да... ...как я сказал... ...по Зое Ахметово... ...сейчас она в открытом звании... ...старшего золотого... ...да... ...под ней есть уже... ...нестолько директоров организации, да... ...а... ...как я вам сказал, что... ...и нашим первым директором... ...занимало всего лишь 100 метров... ...учительница Оли, да... ...которая жила... ...от нас... ...буква... ...пошли только через год... ...директор... ...это... ...татьяна Французова, да... ...на... ...логопед в садике преподавала... ...это ее родная дочь... ...которая она подписала... ...и сейчас... ...директорой... ...под ней есть... ...два... ...еще не закрылись, да... ...то есть она почти в открытом... ...ну, они по очереди подтверждают... ...вот... ...следующие наши директора... ...это семейные... ...да... ...до Reflame... ...он сварщик... ...системе, да... ...я даже не предпол... ...но могу вам сказать, что он... ...сам... ...печатал книги когда-то на работе, да... ...когда мы работали в офлайне, да... ...он пришел... ...сам попросил книгу... ...назвается... ...Выбери обеспеченную жизнь, ребят... ...всем рекомендуем... ...она есть в интернете... ...книгу и сказал... ...расскажи мне суть работы... ...извал в бизнес, ребят... ...он сам напросил... ...люди, которые вы думаете, что... ...ну вот этот точно не пойдет... ...вот... ...он был из той категории, ребят... ...вот... ...сейчас... ...извание старших директоров... ...у Reflame, да... ...и под ними... ...вот... ...ну про всех остальных рассказываем... ...дальше... ...следующие наши директора... ...Екатерина и Александр Кальны... ...до Reflame она была студенткой, да... ...первый год мучились, да... ...когда мы росли... ...мы давали один раз... ...один... ...в местную газету, да... ...в местную газету... ...пришло... ...это Катя... ...она пришла нас послушать... ...пригласила двух девочек... ...и бросила... ...вот... ...ровно через два... ...когда мы сделали золотого директора... ...сам из знакомых и сказал, что... ...смаркировал... ...и золотые директора в Reflame... ...а... ...работаю в этот момент... ...она сама мне... ...пришла, да... ...и вот сейчас она в квалификации... ...своего директора... ...она нашла на промо-стойке... ...сульфия как раз Скрабогатова... ...вот здесь я на фотографии показываю... ...причем это человек, который работает... ...в администрации города... ...каким-то начальником службы... ...она ее нашла на промо-стойке... ...это... ...работать, да... ...работают все методы... ...это понятно... ...разные люди разными методами... ...следующие наши директора... ...это Ирина Верхоль... ...у нас пришла... ...в двадцатом... ...уровне... ...то есть знакомые знакомые... ...значиваются, да... ...и мы нашли ее в Туймазах, да... ...директор с другого города... ...в ней есть тоже директор Ольга Шуськова тоже, да... ...вот... ...следующий, ребят... ...интересный случай... ...Тихонова Марина... ...это как раз та, которая открыла звание директора... ...за четыре с половиной месяца... ...по-моему, за четыре месяца, да... ...четыре каталога или за четыре месяца... ...я точно не помню, ребят... ...но я расскажу ее историю... ...она очень классная, тоже интересная... ...соснохой нашей... ...то есть ее муж... ...брат Оли, да... ...брат Оли... ...так вот... ...и могу вам сказать, что... ...пять лет мы к ним ездили в баню... ...мы сейчас в городе живем... ...пять лет в баню... ...все пять лет они нас называли сектантами... ...они всегда над вами смеялись... ...что вы занимаетесь фигней... ...да... ...что это секта Арифлея... ...и все время, когда нас встречал... ...Женька, да... ...брат... ...он всегда говорил... ...о, сектанты приехали... ...ну так, в шутку, да... ...так вот, ребят... ...когда она родила второго ребенка... ...ушла в декрет... ...а... ...а он уволился с работы... ...где он зарабатывал хорошие деньги, да... ...потому что устал ездить... ...по вахте там сутками жить... ...не на севере, он работал здесь в России, да... ...вот... ...и устроился в РЖД на двадцать тысяч... ...марина сама пришла к нам... ...и сказала, я готова работать, да... ...а мы в этот момент купили уже вторую квартиру... ...вот... ...сама... ...и за четыре, получается... ...месяца или каталога, точно не помню... ...открыла квалификацию директора сейчас, да... ...и уже есть там несколько старших менеджеров, да... ...так вот... ...вот вам, пожалуйста, да... ...то есть... ...вопрос не стоит, придут ли ваши знакомые... ...ваш бизнес, да... ...и родители... ...как быстро вы им покажете результат, да... ...как быстро вы им покажете деньги... ...и нельзя никогда оставлять, да... ...то, что человек... ...если человек не согласился сегодня... ...это не значит, что он завтра не согласится, да... ...что он никогда не придет в этот бизнес... ...если вам женщина говорит нет... ...это не значит, что нет, да... Это значит, да, но при определенных обстоятельствах. Вот, развитие личного бренда является вашими обстоятельствами. Надеюсь, вы это понимаете уже сейчас, да. Вот. Ну, идем дальше, ребята. Следующая история успеха, она тоже очень классная, она уникальная, она подходит для тех, кто, вот, может быть, долго уже в бизнесе, да, ребят. Так вот, посмотрите, пожалуйста, Калмыкова Динара, да, это подружка Оли тоже, да, это девочка, с которой они учились вместе в колледже в свое время. Они были лучшими подружками. Четыре года она тоже не приходила в наш бизнес, Динара. Через четыре года, когда она увидела, что мы хорошо уже зарабатываем, да, она сама тоже пришла на личный бренд. Так вот, ребят, посмотрите, пожалуйста, ее график роста. Она его сама на своем канале показывает, да. Так вот, посмотрите, пожалуйста, какой у нее замечательный график. Специально для тех, которые упали духом там, например, да, лето там пришло или еще что-нибудь пришло. Ребят, посмотрите, пожалуйста. Вот она стартанула в пятнадцатом году, видите. То есть она в бизнесе уже получается, ну, почти два года, да, будет скоро. Так вот, ребят, смотрите, она вышла на уровень 18%, а потом, ребят, за лето она упала на уровень, ну, там, 12%, вот даже, видите, 1801 балл, это уже добитые баллы были. То есть дожимала она 12%, ребят. 12% она выжимала, да, и она не бросила. Невозможно, есть такой слоган, не присев, запомните. Это говорит Сергей Гоглоев, да, невозможно сделать большой... Понятно, что лучше не падать, расти всегда, да, но это бизнес, ребята. Не бывает, в любом случае у вас будет... ...вашему успеху, но вопрос только... ...относиться, да. Будете ли вы закаляться, как... ...лидерство, или вы бросите. И останется вас... ...вы сейчас находитесь. Всегда об этом думайте, да. Что изменится в моей жизни, если... ...вопрос в одном, да, ребят. Что изменится, позадумайтесь. Единственное, что нужно понимать в этом бизнесе, что вы ничем не рискуете. Даже сегодня у вас не получилось, а завтра, если вы будете продолжать... ...добрые технологии, да, в любом случае у вас... ...вопрос только талант. Вы знаете, это меры измерения труда. Нет... ...тренированные и нетренированные, да. Поэтому, ребят, тренируйте. Вот. Наберите в Википее, да, в Яндексе, что такое талант. Это меры измерения труда. Раньше талантами дрова считали, да. При царе города. Поэтому талант – это количество вязаных дров. Количество раз сделанных одной и той. Как идем дальше, ребят? То есть, смотрите, она упала, да, и потом мы взяли новые технологии, потом, смотрите, она опять вышла на уровень 17%, да, то есть усилие сделала. Опять упала. Помедлено, наверное, все-таки расти. И сейчас у нее в команде за первую неделю каталога вот сейчас уже около 50 регистраций, ребят, в команде. То есть сейчас ее рост уже будет по-любому процентов на 50 в этом каталоге. То есть мощность она набрала, и уже очень классная дружная команда. Совершенно, кстати, новая. Вот то, что она выходила первый раз на 18%, не осталось там ни одного человека, ребят. Этот бизнес сейчас она делает совершенно с другими людьми и делает уже его более осознанно и серьезно, да, ребят. Вот так что такой вот результат, да, вдумайтесь в это. Вот. Ну и, наверное, есть такой интересный принцип, который говорит Анна Черна, да, ее знаменитое высказывание, я люблю его говорить, важно работать без оглядки на результат, да, делать-делать. И в какой-то момент у вас, ребят, идет прорыв. А если вы постоянно работаете с перерывами, то, что я рассказывал про садомазохизм, да, это то же самое, что вы пытались закипятить воду, постоянно ее выключая. Запомните, в этом случае я могу вам сказать, что у вас ничего не получится. Это бесполезно. То есть ваша задача все-таки взять себя в руки, да, и действовать вопреки всему, да, то есть принять самое сложное, самое сложное, это принять решение, ребят, это однозначно. Запомните, да, никогда не теряйте терпение. Это последний ключ, ребят, который открывает все двери. Запомните это, вот. Поэтому меняйте свое мышление, да, меняйте мышление обязательно. Смотрите на вебинары, ходите, ходите на обучение. Я уверен, что у вас все получится. Как вы учились в школе? Замечательный вопрос. Но могу сказать, по-русскому языку было два. Хоть я и русский. У меня было два по-русскому языку. По математике, по высшей, по теории относительности. Вот, к сожалению, не написано имя «зе». Вот плохо, вы неправильно заходите на вебинарную комнату. Напишите имя, потому что я не могу же вам по фамилии обращаться. Вот. Поэтому, ребят, по математике, по высшей, по теории относительности, например, у меня было пять. По высшей математике было пять. Только поэтому, наверное, есть результат тоже, да. То есть обязательно нужно понимать. Есть теория относительности. Все зависит от количества проделанных действий, да. И рано или поздно статистика у нас сработает. Запомните. Вы супер, мертвого разбудите. Нет, ребят, мертвых дохлых лошадей я не бужу, я их не трогаю. Я могу точно сказать. Зоя, очень приятно. Замечательно. Нет, ребят, мудить дохлых лошадей бесполезно. Проще им пересушить воду, да, как там говорится. Лошадь можно к водопою привезти, но пить не заставишь. Но можно ее загонять, чтобы она пить захотела, и она тогда сама пойдет к водопою попьет. Что вы говорили, кроме ВВО? Что мы говорили, кроме ВВО? Ну, тут целая система, Юля. Как я вам расскажу, что мы говорили, кроме ВВО? Вторая встреча есть, это все в интернете, в Ютубе есть. Первая встреча, презентация. Вторая есть, запуск новичка. Третья, сопровождение, спонсирование и так далее. Тысячи вебинаров, ребят, это не расскажешь заодно историю успеха? Книгу давал. Да, книгу давал, совершенно верно. Вот Айгуль меня поправляет, молодец. Да, выбери обеспеченную жизнь, я давал после первой встречи всегда. Сейчас скидываем ВВО, потому что в онлайне все работает. Сейчас все работы, последние две группы, кстати, которые я вам показал, они полностью построены только в онлайн. Распроведения обязанностей нет у Марии, у нас хаотичная работа. Мы взаимозаменяемы. Я могу все вебинары вести, я могу приглашать людей, я могу проводить собеседования, но чаще всего их не провожу, жена проводит. Я могу поговорить с любым, вынести мозг любому и объяснить любому. Так же, как у Оли. Мы взаимозаменяемы. У вас уже есть большие накопления. Накоплений у нас нет, ребят, все деньги. Сейчас есть такое понятие, вот Елена пишет, да. Елена, у нас нет накоплений, мы деньги не копим, потому что есть такое понятие, как инфляция. Они обесцениваются и их бесполезно копить. Нужно вкладывать в какие-то инвестиции. Это уже четвертый квадрант денежного потока Киосаки, да. И поэтому мы его тоже изучаем, ребят, мы в этом направлении тоже работаем. У нас есть инвестиции. Мастер-классы Айгуль мы сейчас не делаем вообще. У нас есть вебинар на эту тему, который проводят директора. Я могу провести вебинар по тому же Wellness или рассказать, для чего нужен тоник, я тоже знаю, да. Один раз был на мастер-классе в своей жизни. Но мастер-класс, как правило, мы не проводим. От этого мы отошли в сторону. Вебинар есть на эту тему, да, то есть девочки его проводят. Общей теме и все. Я могу сказать, что грубо последние две построены без всяких мастер-классов. И люди делают по 150 баллов, потому что они на этом хотят зарабатывать. И этот фокус немножко сместился, поэтому как бы непринципиальные мастер-классы я считаю. Люди сами знают, как правильно мазаться. Сейчас все люди уже стали более грамотные, да. И любой человек понимает, для чего нужен там крем и так далее. Женщина, да, мужики-то понимают, как зубы чистить. И то не все, да. Вот. Так, подождите, давайте следующий вопрос. На собеседование, не понимаю вопрос, Юлия. На собеседование, что самое главное, чтобы кандидат вам понравился? Ну, нет такого понятия, Юлия, чтобы понравился. Всем даем одинаковое задание, одни выполняют, другие нет. Как он может мне понравиться, если я по телефону с ним разговариваю? Я же его не вижу. Как вы делаете ЛТО? Вот, замечательный вопрос, ребят. Елен, смотрите. Мы делаем не меньше 200 баллов, да. У нас вся семья пьет wellness. Мы верим в этот продукт, мы его потребляем. У нас не болеют ни мы, ни дети. У нас пьет мама моя, да, мой отец, пьет теща из-под палки, кстати, и мама, и теща, да. То есть мы контролируем постоянно, потому что они не всегда его пьют, да, приходится заставлять. Вот, потому что мы знаем, что есть большие результаты по здоровью, да, есть большие результаты по давлению, есть большие результаты по раковым заболеваниям, ну, так далее, ребят. Это мы были в Агелесе, мы были на родине Арифлейм, мы встречались с самим Стигом Стэном, да, и мы знаем, что Швеция занимает одно из первых мест по продолжительности жизни. Вот, и поэтому мы эту тему очень сильно изучаем тоже, и есть результаты большие по организации, да, по wellness. Поэтому вся семья пьет wellness. Если взять троих в семье, я, жена и ребенок, плюс мама, плюс теща, это уже больше 200 баллов, ребят. Это вообще просто делается. Про 150 баллов говорим на второй встрече. На втором созвоне, после того, как мы скинули в облот человеку посмотреть, мы даем задание, а, рассказываем полностью, да, что мы предлагаем, да, то есть мы отвечаем на вопросы и про 150 баллов там говорим. А вторую встречу вы можете посмотреть ту же Санникову, она тоже самое делает, мы делаем примерно одинаково. Хочу поменять систему. Мария, смотрите, систему лучше всего, конечно, согласовывать со спонсорами, если вы не директор. Если вы директор, в таком случае, пожалуйста, пробуйте. Старые не бросайте, новые пробуйте с новыми людьми. Это моя рекомендация. Так, 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 еще есть вопросы, ребят? Давайте, если есть еще вопросы, я отвечу на них. Если вопросов нету, тогда было приятно с вами сегодня здесь увидеться. Пообщаться. Блин, тут звонит. Люди боятся делать баллы по одной простой причине. Либо это холодный рынок, да, и надо утепляться, либо вы их не замотивировали на 150 баллов. Ну, или вообще на баллы. Не, на первой встрече ни в коем случае, Мария, нельзя говорить про 150 баллов. Иначе люди понимают это как продажи. А мы приглашаем людей строить сеть. Если бы мне... Если бы... Вообще есть такая, да, терминология тоже топовых лидеров. Есть большое количество топовых лидеров, которые говорят, да, если бы мне на первой встрече сказали, что нужно делать 150 баллов, я бы вообще не остался в ларифлайме. Поэтому нельзя этого делать на первой встрече. Ну, я так считаю, по крайней мере, это моя позиция. И... Ну, есть результаты, да, по этой позиции. Поэтому на второй встрече говоришь, когда, да, когда люди же мотивацию дополнительно получили, когда она что-то изучила, там, посмотрела какой-то мотивационный ролик, да. И то люди еще, мы вскользь говорим, да, по 150 баллов, то есть не фокусируемся на этом. А потом уже, когда у человека организация появляется, когда под ним появляется регистрация уже, да, да, тогда если он новичка пригласил, тот согласился, тут уже можно...